На ваших экранах программа День города. Марина Комиссарова с вами. В ближайшие 15 минут мои коллеги расскажут о главных событиях прошедших суток. Смотрите в сегодняшнем выпуске. Почему тарифы повысились в полтора раза? Вопрошают жители поселка Строитель. В связи с чем подорожало отопление в старых малоэтажных домах пыталась разобраться наша съемочная группа. Пьяный за рулем. Водителя Калины, виновного в аварии, сотрудникам полиции задержать удалось, несмотря на попытку скрыться с места. Взрыв газа в осеннем переулке. Теперь взрыв в Иваново. Во всей стране, в частности в Рязанской области, проходят срочные проверки газового оборудования. Шестеро человек погибли в минувшие выходные при взрыве бытового газа в Иваново. Не успела страна отойти от трагедии в нашем городе, унесшей жизни семерых человек, как снова прогремел взрыв. Политики заявляют о необходимости срочной проверки газового оборудования во всех многоквартирных домах страны. Но такие проверки происходят регулярно и являются плановыми. На одной из них вместе с газовщиками побывала Анна Герцовская. В доме номер 22 на улице Зубковой представители газовой службы попали не во все квартиры, впрочем, как всегда. Это несмотря на то, что работы по техническому обслуживанию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования всегда выполняются в соответствии с графиком, расписанным на ближайший месяц. Он появляется на официальном сайте Горгаза за 20 дней до начала планируемого месяца. Информируется и управляющая компания дома, а также неоднократно вывешиваются объявления на подъездах с конкретной датой проверки. Бывают разные семейные обстоятельства жильцов, понять которые могут и представители газовой службы. Мы на следующие дни организуем повторные обходы и в почтовые ящики каждому собственнику мы направляем записку, что завтра повторно проводятся эти мероприятия и обозначаем время. То же самое с 9 до 17 часов. Помимо этого мы оставляем телефоны и готовы в любое удобное время для собственников провести такие работы. То есть в виде звонка индивидуального, независимо от того, что полгода назад или в большее время эти работы были закончены на данном доме. Соответственно, мы готовы в любой момент прийти, понимаем, что такие ситуации жизненные имеют место быть. Несмотря на череду взрывов бытового газа в жилых домах, которая принеслась по России за прошедший месяц в Рязани, Иваново, Тюменской области, не все жители нашего города спешат открывать двери газовщикам. Иногда рязанцев приходится подолгу убеждать. В тех же подъездах, где висят объявления о предстоящей проверке, рядом красуются предупреждения о возможных мошенниках, выдающих себя за газовщиков. Люди напуганы. Любой собственник жилья, который усомнился в том, что это работник Горгаза, может позвонить в кадровую службу. АО «Рязань Горгаз» ему скажут, что действительно работа проводится и является ли данное лицо, которое представилось работником Горгаза, таковым. Возможно, недоверием можно объяснить тот факт, что с марта по сентябрь в Рязани было незаконно установлено газовое оборудование на шести адресах, включая газовые водонагреватели. В этом случае люди часто путают водопроводные и газовые трубы, что приводит к залитию водой последних. Виновники несут расходы, которые идут на устранение нарушений. Непонятно, что ими двигало. Хотя в договоре на технической обслуживании сказано, что все заявочные ремонты проводят организации, с которой заключен договор. И мы ждем их звонков для того, чтобы все эти работы выполнить квалифицированно. С другой стороны, за прошедшие две недели многие рязанцы бросают свои дела и спешат заключить договор с Горгазом, чтобы проверить оборудование в квартирах. Участились случаи звонков и тех, с кем договор уже существовал. Плановая проверка газового оборудования по стандарту происходит в каждой квартире раз в три года. Это как техосмотр автомобиля, так же необходимо и важно. Объявление наше видели. Мы делаем профилактику в вашем доме, профилактика платная с 300 рублей. Для того, чтобы оборудование работало исправно, газовщики проверяют целостность газопроводов в соответствии их проектному решению, наличие доступа к оборудованию в квартирах и подъездах, осуществляется проверка герметичности газопроводов и запорных устройств, разборка и смазка кранов, плиты, прочистка горелок, проверка на утечки и многое другое. 300 рублей за такой техосмотр не так сильно ударят по карману, как ликвидация последствий взрыва газа. Раз в три года нужно отпроситься с работы, чтобы уделить один день важному событию. Все, что требуется от рязанцев. И напомним, при любом подозрении на утечку газа или при его запахе, звоните в круглосуточную экстренную службу по единому номеру 04. Жители поселка Строитель негодуют. В новом сезоне тарифы на отопление в малоэтажных старых домах поселка повысили более чем на 50%, при том, что официальная статистика гласит. В среднем по региону коэффициент повышения цен составляет 4,4%. Как считают местные жители, оснований для такого роста платежей нет. Где искать справедливость, разбиралась Галина Ершова. Осень для жителей поселка Строитель началась с плохих новостей. Тарифы на отопление выросли почти на 50% по сравнению с прошлым годом. Причем изменения коснулись не всех. Вот трехэтажный дом, отопление повысилось на 300 рублей. Я звоню в Дашкову песочную, дом 73-го года ни на копейки не повысилось. А нам больше тысячи в двухэтажках. Было 3 тысячи 10, стало 4 тысячи 420. А в городе увеличился только тариф. А у нас увеличился тариф и еще норматив употребления. Так как считают, что это старые у нас дома. В целом по Рязани тариф на коммунальные услуги со второй половины года увеличился на 4,4%. Но для домов, в которых не установлены приборы учета отопления, действуют дополнительные повышающие коэффициенты. С 1 июля 2016 года это 1,5, а с 2017 года коэффициент составит 1,6. То есть люди заплатят на 60% больше. Мы уже всю пенсию отдаем на отопление. Как повысилось отопление. У нас не хватает уже ни на лекарства, ни на питание, ни оплату детских садов. Ни на что не хватает. Наталья Полунина живет в двухэтажном доме 1953 года постройки. Чтобы снизить цену за отопление, ей достаточно установить коллективный или индивидуальный счетчик. Его показания точно будут меньше, чем официальный тариф. Если для установки счетчика нет технической возможности, то специалист должен выдать соответствующее заключение. На его основании повышающий коэффициент отменят, и цена вернется на прежний уровень. Однако пенсионерка и инициативная группа и жители двухэтажных домов уже несколько недель не могут добиться объяснений происходящего от управляющей компании или ЖЭО. Не говоря уже о поиске вариантов для дальнейших действий. Официально они никакого ответа не дают. Они отсылают в теплосеть. В течение трех дней я дозвониться не смог в теплосеть. Вот платежку берешь, там номер телефона. Они или не берут, или заняты, не берут, или заняты. А люди, которые дозвонят, всех отсылают к президентам. Космические цены на тепло – только половина проблемы. За отопление люди платят, а тепла дома не видят. Трубы весь сезон остаются чуть теплыми. Жители поселка писали в местную администрацию, приглашали проверяющие органы, отправили жалобу в прокуратуру. Но справедливости пока не добились. Они нам включают отопление. Буквально за 20 минут, за полчаса набирается температура 18-20, так, в переходящих комнатах. Они бегают с этими градусниками. Все в порядке? Ну и все. До свидания. Опять уходят? Опять все холодно. В выходные все отключают. В пятницу уже после пяти отопление вообще в квартире. Прям хоть проверяй, приходите. Сегодня на улице плюс 2 градуса. Однако в квартирах трубы чуть теплые. К ним легко можно прикасаться голыми руками. Такая же ситуация и с трубами, которые подходят к дому. Их две. Одна отвечает за ввод тепла, другая за вывод. Но они практически одинаково холодные. В редких местах теплотрассы мы смогли почувствовать действительно согревающий участок. Я лично звонил в администрацию городскую. Мне ответили технический отдел. Чтобы приехала комиссия и теплодачу замерили. Сколько у нас потребление идет на обратку и сколько на подачу. Ни ответа, ни привет. Сколько они лежат, трубы голые. Я уже тепло думаю, да, обратка нет. И та тепленькая, и та тепленькая чуть-чуть. Где тепло будет? Изоляция теплотрассы нарушена практически во всем районе. Степень повреждения разная. От одного метра до десятков. По голой, неукутанной трубе тепло должно идти в квартиры домов, больницу и спортивную школу. На деле оно согревает только улицу. На этом фоне повышение платы за отопление выглядит чьей-то злой шуткой. И в реальность происходящего люди верят с трудом. Ведь платить по новым тарифам обычным рязанским пенсионерам просто не по карману. До 1 декабря жители должны заплатить налог на недвижимость. Налоговики уверяют, что работа осуществляется в штатном режиме. Однако просят рязанцев с пониманием отнестись к ситуациям, когда возникают какие-либо сбои или ошибки в налоговых уведомлениях. В одном случае, например, могут не учесть льготы, а в другом выставить некорректную суммарную стоимость объектов. О любой ошибке следует сообщить в налоговую службу по месту регистрации. В этом году налог на недвижимость по кадастровой стоимости придется заплатить жителям 28 регионов, в том числе и Рязанской области. Чем выше стоимость квартиры, тем больше ставка налога. Не платить налог можно лишь льготникам. Это инвалиды, ряд военнослужащих, их семьи, пенсионеры. Но только если у них в собственности одна квартира или дача, за вторую и третью уже придется заплатить. Пенсионер, который у нас является льготной категорией, имеет две квартиры, жилой дом и, скажем, гараж, будет освобождаться от уплаты налога за одну квартиру, при этом сохранит полностью льготу по жилому дому и, соответственно, гаражу. То есть вот такой порядок у нас уплаты в 2016 году за, еще раз напомню, 2015 год. Прежних цифр Рязанцев в своих квитанциях больше не увидят. С этого года налог на недвижимость рассчитывается по-новому. Раньше дома, квартиры оценивались по инвентаризации, то есть брались в расчет только стены. Получалась сумма небольшая, сотня-две не больше. Нынешние платежки учитывают не только стены дома, но и где этот самый дом расположен. Оценка по кадастро максимально приближена к рыночной стоимости. Установлена единая ставка налога на имущество физических лиц. 0,3% от кадастровой стоимости объекта недвижимости. Поэтому сумма налога будет зависеть исключительно, исходя из того, какой у нас с вами метраж жилья, скажем, если это квартира какая-то, пусть она расположена в центре города, или она расположена на окраине, это не важно. И, соответственно, от той кадастровой стоимости, которую нам предоставят, информация которой нам предоставят специализированные органы. Письма счастья в почтовые ящики в этом году придут не всем. Те, у кого в интернете есть кабинет налогоплательщика, получат уведомления по электронке. Впрочем, предупреждают инспекторы, может случиться так, что по какой-то причине платежка вообще не дойдет. Тогда специалисты рекомендуют добропорядочным налогоплательщикам самим прийти в отделение ФНС. Ведь отсутствие квитанции не освобождает от ответственности. Дата в этом году для всех единая. Заплатить нужно до 1 декабря. После этой даты за каждый день будет начисляться пеня. Сегодня около полуночи дежурным поступило сообщение, что на улице Воеводина в Касимове произошел пожар. Там горел деревянный жилой дом. На место происшествия немедленно выехали шесть огнеборцев на двух спецмашинах. Возгорание ликвидировали. После локализации пожара в одном из домов, расположенных в Касимове, были обнаружены три трупа. Это двое мужчин и женщина. Личности мужчин установлены. Хозяин дома 1950 года рождения и его знакомый, также житель Касимова, 1982 года рождения. Личность женщины устанавливается. Предварительно это также местная жительница, 1962 года рождения. По факту гибели людей Касимовским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета России Паризанской области проводится доследственная проверка. Предварительная версия пожара неосторожное обращение с огнем. В ходе проверки будут установлены все точные обстоятельства произошедшего, а по ее результатам принято процессуальное решение. Виновник аварии на улице Чкалова скрылся с места происшествия. Водитель Лада Калина, двигавшийся в сторону улицы Островского, врезался в ехавшую попутно Ниву под управлением 56-летнего мужчины. После этого Калина выехала на обочину и врезалась в столб. Оперативники выяснили, что Ладой управлял пьяный 24-летний рязанец без прав. Он взял ключи от машины у своего товарища, чтобы прокатить своих друзей. Отмечается, что в момент ДТП в салоне автомобиля находились четверо. А почему сели вообще за руль в нетрянном состоянии? У меня без разницы, у меня прав нет, поэтому я и сел. На телеканале «Домашний» завершился сезон сериала «Восток-Запад», который стал одним из самых рейтинговых проектов собственного производства. Этой осенью на канале «Домашний» состоялась громкая премьера, которую можно назвать международной. «Восток-Запад» стал первым сериалом русско-турецкого производства среди проектов канала «Домашний», который буквально с первых серий захватил внимание зрителей. Мало кто знает, но в основе этого фильма история, взятая сценаристами из реальной жизни. И, конечно же, в ней, как и в жизни, было все. И любовь, и ревность, и проблема выбора, перед которым зачастую ставят нас обстоятельства. У них не может быть общих детей с вероятностью 99,9%. И это значит, что она беременна не от мужа. Чего не понял. С середины октября зрители с интересом следили за развитием событий и переживали за судьбу главных героев – Татьяны и Кемаля. И вот 3 ноября в этой истории была поставлена точка или многоточие. Уже сейчас зрители интересуются, встретятся ли они вновь с уже полюбившимися героями. Ну а мы, в свою очередь, в ближайшее время постараемся узнать у представителей канала, стоит ли ждать продолжения сериала. «Восток-Запад» стал одним из самых рейтинговых проектов собственного производства телеканала «Домашний», продолжив успех сериалов «Двойная сплошная», «Напарницы» и «Подкидыши». Так, средний показатель двух последних эпизодов по Москве, по данным одного из рейтинговых агентств, достиг отметки 7%, а по России – около 8%. Что ж, нам остается ждать новых увлекательных фильмов от телеканала «Домашний» или же продолжения уже полюбившихся сериалов. На этом у меня все. Я прощаюсь с вами до завтра. Хорошего завершения дня. Субтитры создавал DimaTorzok